Друзья, посмотрите, рядом со мной стоит знаменитая Мария Ракуса, управляющая большим рестораном-холдингом. Но сегодня она пригласила нас в торговый центр «Лотос» не для того, чтобы пробовать гастрономические изыски, а зачем? А затем, чтобы купить подарки на Новый год. Сидели мы, сидели и поняли, что в городе негде купить подарки. Еще такая сложная ситуация в городе. Мы поняли, что надо людей как-то повеселить. Сделали крутую рождественскую ярмарку вместе с поп-ап-корнером, там, где у нас супернеобычная одежда. То есть мы старались сделать ярмарку для себя. В общем, мы все мероприятия стараемся так делать, потому что это важная история, когда не нравится самой тебе, и тогда ты хочешь сюда прийти. Меня зовут Марина Викторовна. Я увлеченная очень валянием. Это объемная. То есть вот, смотрите, берется трафарет, накладывается шерсть, и вот так выдергиваете басму и раскладываете. Потом мочите, а потом заваливаете способ. То есть надо вот тут свернуть. Да, свернуть или вот так поподкидывать. Это шептуны. Шептуны. Блиновская уже не в тренде вообще. Ты берешь шептунов, кладешь туда семечки, вешаешь, загадываешь желание, шепчешь ему желание, вешаешь на елочку, и все. Я загадала ламборджин. А я, честно, не очень верю. Главное, что девчонки говорят. Девчонки говорят. Я еще не очень верю, но вы обязательно верьте, и у вас получится, верно? Какая вы рукодельница, красота. Да перестаньте, нет, ну это слишком. Я не буду довольствовать. Продолжу я дальше свою работу в варежках. А вас как зовут? Любовь. Любовь? Да. Обожаю любовь. Не поверите вообще. Особенно перед Новым годом. Как вам мои варежки? Вообще они прелестные и, главное, теплые. А у меня тут шептунки. Да, я загадаю желание. Нет, это я загадаю, это мои шептунки. Сегодня на ярмарке представлены пледы плюшевые, очень мягкие. Есть вот красный нарядный, вот этот мне очень нравится. Но вот видите красный, а год быка. В курсе, что быка провоцировать нельзя? Я думаю, что мы справимся. Конечно, мы справимся, потому что это все полная ерунда, так как бык дальтоник. Я вам открою правду, бык дальтоник, ничего вешаете, красный он ничего не увидит. Главное, не пускайте быка к себе в дом, как бы он не просился, верно? Да, я думаю, что красный цвет – это цвет богатства. Я беру подарок, вообще абсолютно любой, абсолютно любого габарита, приношу его вам и говорю, упакуйте, вы упаковываете. Да, конечно. Вы обещаете, что если кто-то приволочет сюда автомобиль, бытовую технику, огромную какую-то, вы сможете ее без проблем упаковать красиво и не будете ерепениться и говорить, ну нет, это слишком большой подарок. Несомненно, даже бантик красивый завяжем. А как вас зовут? Меня зовут Юрий. Юрий, вы тоже принимаете участие в ярмарке в новогоднем? Да, конечно. Как вам моя рука? Супер. Это вяленые, вяленые варюшки, знаете? Да, конечно. Ой, не вяленые, вяленые – это мясо. Какие они? Вяленые, да? Давай не будем про вяленые варюшки сейчас разговаривать. Продум свежей выпечкой, очень вкусной. Также ароматным, вкусным кофе. Ну а почему кофе? Все-таки праздник уже на носу. Ну, коньячку подливаете в кофе немножко? Нет, к сожалению. Ну, три капельки-то хоть бахнет. Счастье сказать. Нет, нельзя. Вы, получается, помимо того, что круассанчики и кофе продаете, так вы еще и… что это? Водовая косметика. Мы пошли дальше. Юрий, вы слишком много эфирного времени у нас заняли. Самый красивый мужчина на этой площадке. Юрий, слышали, как я сказала? Меня зовут Никита. Никита, что делаете? Как дела? Все отлично. Мы продаем непосредственно спортивное питание и комплекс витаминовых. Вы какой хотите подарок на Новый год? Я хотел бы полететь в Таиланд, но, по-моему… Ой, размечтались. Это загадывайте на 2024-й. Давайте пореальнее что-то. Ну, попробуем. Может, в 2021-м получится все полететь. Если будем все здоровы, то, мне кажется, полетим в скором времени все отдыхать. Как правильно. Это ваши красивые елки такие? Да, у нас итальянские елки. Чем итальянские елки лучше, чем наши отечественные? Качество. Качество. Ну, понятно. Самая сладкая елка, которую я когда-либо видела в своей жизни. Ты только посмотри, это же блюдечко с тирамису. Видишь? Посмотри. Прекрасный медведь. Я его перепутала с бобром, но это я потому что сдалека и без очков. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Мария. Мария, что делаете? Продаем вкусные и полезные варенья сосновых шишек. Берете, съедаете три шишечки в день. Только при первых признаках простудных заболеваний. И урви как рукой сняло. Это сосновая шишка на палочке, как дальневосточные чупа-чупс. Берете и кушаете. Конечно, я хочу в новом наступающем году пожелать огромного здоровья людям, терпения, не падать духом. Все у нас будет отлично. Слушайте, ну это прям самый настоящий заряд бодрости. Сразу видно, что оно употребляет шишки. С тобой здорово. Я обожаю приходить на мероприятие, когда мне начинают дарить подарки. Вы главная по косметике, правильно? Вы главная в бьюти-индустрии здесь. Да. Новый год. Все закрыто. Ходить некуда. Все будут отмечать, скорее всего, дома или в гости, как максимум, будут куда-то ходить. Нужно ли на этот Новый год, на само празднование, собираться, надевать платье, краситься? Как вы считаете? Обязательно. Я же говорю, это настроение. Это правильно. Вы утром подошли к зеркалу, быстренько сделали себе легкий макияж. И вы уже красотка, и настроение уже другое. А тем более Новый год. Ну не то, чтобы больше всего, но я это все дело люблю. Я люблю, когда все блестящее, красивое и связано что-то с новыми одеждами, верно? Да, все правильно. У нас новогодние наряды. В Новый год это традиционно, нужно быть блестящим и вызывающим. Я вам предлагаю провести эксперимент. Пройдем. Предлагаю вам примерить. Что, все? Праздник кончился, что ли? Слушай, со мной сейчас что-то такое безумное происходило. Не подскажешь мне, что это было? Ну это да, круговорот вот такой вот. Это может произойти абсолютно с каждым, кто придет на вашу ярмарку, верно? Конечно, конечно. Желаю, чтобы предстоящий год нас порадовал, конечно, отменой всех ограничений. Да, чтобы мы радовались, улыбались, ну и, конечно же, оставались здоровыми. Есть такой тренд, он называется прета-партена, сима-искусство. Это когда одежда и искусство, они совместились и создали некое среднее, среднее арифметическое, когда одежда продается не как одежда на распродажах, на сейлах, да, а она продается как-то для мета-искусства через аукционы. Мы берем материал, который называется тайвик, вот у меня есть образец. Дайте, я посмотрю, ага. Да, вот смотрите, это очень крепкий материал, он не рвется, он совершенно, его невозможно порвать, он очень стойкий, его можно стирать, вот, но он похож на бумагу. Это ткань-бумага, ткань-бумага? Ткань-бумага. Или бумага-ткань. Или бумага-ткань тоже, да, кто же ее знает. Вот, видишь, она постиранная, становится еще, короче, круче, еще аутентичнее, еще интереснее. Конец ярмарки будет, когда конец этого прекрасного, шикарного, великолепного 2020 года, именно тогда и закончится эта прекрасная, шикарная, великолепная ярмарка. Я надеюсь, что у всех все хорошо, правда, искренне поздравляю с Новым годом. Очень надеюсь, что вы придете нас поддержать, потому что шутки шутками, но мы правда очень старались и делали это для вас, поэтому приходите, покупайте, радуйте тех, кто здесь стоит и работает для вас и старается. С Новым годом, с новым счастьем, а еще что-то говоря, тра-та-та! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова